Всем привет! С вами Ольга Сергеева и вы на канале Кинотрафик. Все о кино. Наконец, наступило время рассказать вам о русских фильмах, которые участвуют в 74-м Каннском кинофестивале. Итак, если вы досмотрите наш выпуск до конца, то узнаете, какой фильм предвидел будущее, а еще почему иностранный фильм представляет Россию на этом Каннском кинофестивале и под каким названием нужно искать новый фильм Алексея Германа-младшего. Петровы в гриппе. Именно под таким названием вышел новый фильм Кирилла Серебренникова, который представлен в основной программе Каннского кинофестиваля. Простая семья автослесарей и служащей библиотеки заболевает накануне праздника гриппом, и вся жизнь переходит в режим фантасмагории, где грань между горячечным бредом и реальностью полностью стирается. Провидческое кино поражает актуальностью, особенно с учетом того, что задумывалось оно еще до всех этих сюрреалистических событий в нашем отечестве. Сам Кирилл Серебренников считает, что фильм является попыткой выразить нашу родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание. Искренний и честный фильм снимался в тяжелый момент жизни режиссера и стал своеобразным спасительным кругом. В ролях заняты Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников. Ждем его в российском прокате с 9 сентября 2021 года. Новый фильм финского режиссера Юха Куасманина также представлен в основной программе Каннского кинофестиваля. Называется он Купе номер 6. Этот фильм явился совместным производством Финляндии, Эстонии, Германии и России. Студентка из Финляндии пытается сбежать от своей таинственной московской любви и садиться в поезд Москва-Мурманск, где встречает русского шахтера. Как водится, нечаянное соседство поможет героям лучше понять себя и мир вокруг. Главную мужскую роль в фильме исполнил актер Юра Борисов, звезда фестивального фильма «Бык». Алексей Герман-младший в паузе между съемками фильма «Воздух» снял фильм «30 дней и 30 ночей». Этот фильм представлен также в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, но сейчас этот фильм изменил свое название. Теперь ищите его под названием «Дело». В зарубежном прокате фильм «Дело» выходит под названием «Домашний арест». Это история опасного противостояния преподавателя провинциального вуза с местным мэром и чиновниками. В программе «Особый взгляд» покажут новый и очень зрелый фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. Это ученица Александра Сокурова. Действие картины разворачивается в Северной Осетии. Психологическая драма о взрослении, столкновении старого и нового, определении грани между опекой и диспотизмом рассказана талантливо, смело и с высоким художественным вкусом. Дебютный фильм «Киры Коваленко-Софичка» по именной повести Фазилии Скандера вышел еще в 2016-м. А фраза из романа Фолкнера «Осквернитель праха» о том, что немногие могут выдержать рабство, но никто не способен выдержать свободы, вдохновила режиссера на создание этой истории, рассказанной в фильме. Будем с нетерпением ждать эти фильмы в прокате. С вами была Ольга Сергеева и наш канал «Кинотрафик. Все о кино». Подписывайтесь на наш канал, звените в колокольчик, а еще смотрите хорошее кино и становитесь лучше. Всем пока, смотрите наши новые выпуски.